Сегодня писал свой роман, дальше. Много лет это длится. Сегодня придумал диалог, который мог бы состояться гипотетически. Вот так если представить психологию человека. А ведь психологию можно проследить по поступкам. Если это политический деятель прошлого, то... Ну это история просто. Разные бывают интерпретации. Скалегир говорит одно. Носовский утверждает другое. Но психология ничуть не меняется. О чем бы так на досуге пообщались и поговорили Кателина, римский бунтарь Патриции и Карл Девятого Луа. Вот такой диалог между ними. А потом в комнату заходит император Клавдий. Он жил через сто слишком лет после Кателины и за 15 веков до Карлова Луа. И он начинает что-то рассказывать про этрусков. И он так вот на их языке начинает говорить. Он большой был специалист в области истории. Императорский титул для него был как шанс опубликоваться, напечататься. Другими словами, издаться. Да еще и в школу внедрить историю этрусков. И вот эти три человека. А потом они открывают глаза. Какое-то затмение облако нашло темное. Все закрылось. И вот они уже, ну предположим, в Москве. В Москве современной сегодняшней. В Кремле, например. Это безумно интересная вот у меня идея. Она давно-давно в моей голове зрела. Потом начала главки-главки. Файлик такой есть папочка. Я туда складываю отдельные вордовские документики. Это вот эти диалоги. О чем бы поговорил папа Борджия Александр Шестой. Ну и, например, Гитлер. Сталин, Гитлер и Борджия. Им бы было о чем поговорить, кстати. Они бы, блин, нашли бы. Они бы еще сообразили на троих. Вот это будет так выглядеть. Меньше описания, меньше природы, меньше архитектуры, меньше интерьеров. Хотя и это нужно использовать. Сейчас проще. Не надо идти в библиотеку. Булгаков сидел в библиотеке, выписывал исторических источников. Вот эту всю, весь этот антураж, декорацию. Ее надо было описать. Невозможно описать декорации Иерусалима первого века нашей эры. Не побывав в Иерусалиме в первом веке нашей эры. Надо найти соответствующие источники и передырать оттуда все. А затем творчески переработать. Но вот диалоги. Диалог — это император мысли. Если говорить о литературном произведении. Диалог — это суть и сущность любой литературы. Потому что в диалоге только раскрывается настоящий человек. 29 декабря, 17-й год. Это я, Валерий Викторович Савенков. С наступающим вас новогодним праздником. Валерий Викторович Савенков. До свидания.